Девушки отдыхают Девушки отдыхают Подкасту не нужно бежать и ставить все свое имущество Это такое мое предварительное мнение И, конечно же, очень субъективное Вы всегда думаете своей головой Я настоятельно это рекомендую делать Но если вас интересуют конкретные рекомендации по ставкам Непосредственно, да, уже перед турниром Окончательные То welcome в описании в закрепленном комментарии Ну, конечно же, друзья, подписывайтесь на все наши ресурсы Если вам это нравится, не поскупитесь И поставьте лайк прямо сейчас Ну, а мы, собственно, начинаем Итак, первый бой, о котором мы решили поговорить Из прелимов предстоящего турнира Это бой Мелсик Багадасарян против Бруно Соузе И бой довольно-таки интересный И вполне возможно, что он получится ярким Это у нас 145 фунтов И в первую очередь, я что хочу сказать Это бой у нас двух представителей ударного стиля Соответственно, что касается Мелсика Багадасаряна Он должен был на этом турнире встретиться с другим бойцом А именно с Ти-Джеем Ларамье Который снялся И вот на замену на коротком уведомлении Выходит Бруно Соузе Бруно Соузе это чемпион организации Элфа Который как раз-таки в прошлом бою взял вакантный пояс Ну, опять же, там он должен был биться с другим На замену вышел другой боец, да Хавьер Гарсия Которого он сумел пройти в 5-раундовом противостоянии решением Бруно Соузе у нас представитель Ну, такой, скажем, интересной академии Да, как Мачидо Академия Ну, вы понимаете, что это Грубо говоря, копировальщик стиля Лиоты Мачидо Он сам каратист по своей базе И в боях в основном показывает как раз-таки свое карате Ну, в общем-то, неплохое Перестрелять он способен очень много кого Хотя и его перестреливают По нему много попадают Я бы не сказал пока еще, что этот стиль прямо адаптирован По крайней мере, в его исполнении для ММА Но так или иначе, на данный момент у него только одно поражение Это первый бой в его карьере Но, на что мы обращаем внимание? Конечно же, на сплит, сплит, сплит А почему это происходит? Я думаю, вы и сами можете догадаться Потому что А. У него практически отсутствует борьба И Б. Вот этот каратистский стиль Когда проходит под его диктовку бой, да Судьи не понимают, кому его отдавать Потому что просто вот эти близкие перетыки Вроде он что-то подпрыгнул, попал, отпрыгнул Но и по нему попали И что вот это, куда вот это годится Он все время на задней передаче, да Совершенно непонятно, да, в конце, кто выиграл бой Казалось бы, бой прошел Вот, соответственно, я хочу заметить, да, что По факту у него был бой с Майком Хамилом Может быть, помните такого бойца Он в Беллаторе выступает В целом, ну, не самый плохой боец, борец И, соответственно, он Бруно Соуза залежал в одну калитку Но в конце он нанес нелегальный удар в третьем раунде Майка Хамила дисквалифицировали Бруно Соуза не получил заслуженного поражения По факту его просто отлежали довольно легко В следующем бою он выиграл с плитом В очень близком бою к Камуэлу Кирка Помните, может быть, такого тоже Камуэлу Кирк недавно в UFC дебютировал На коротком уведомлении против Маквана Амирхани Сумел его выиграть в тоже сложном близком бою Но в целом Камуэлу Кирк это, ну, спорного Низкого уровня боец, я бы сказал, такого И Бруно Соуза Тут нужно понимать такую вещь Что Камуэлу Кирк это, по сути, грэплер У него стойка, ну, не самая хорошая И Бруно Соуза с ним в стойке Отстоял все три раунда И плюс, кстати, Камуэлу Кирк У него очень спорное кардио И вот в стойке с грэплером Со спорным кардио Бруно Соуза отстоял три раунда И получился сплит Он от него очень много пропускал Но благо наносил вроде как Немножко побольше во втором-третьем раунде Далее он выиграл Гильермо Сантоса Во втором раунде Проиграв салат ему первый раунд Улетев в нокдаун Будучи залеженным Но сумел выжить И передышать соперника, да? Далее сплит с Слая Джонсом Где его бороли из-за этого сплит И вот в крайнем бою Перетыкал Хавьера Гарсио Это просто Ну, не самый зрелищный персонаж Мягко говоря Но тем не менее, повторюсь, он ударник Довольно такой осторожный Ну, при этом, конечно, опасный Где-то может и попасть Хотя я его, честно, даже нокаутером назвать не могу У него финиша очень мало в карьере Но он способен затягивать Заделывать такие вот близкие бои Где могут ему отдать Где могут ему не отдать Но пока что ему отдавали все вот эти сплиты Но вы, я думаю, сами понимаете Что это не гарантия того Что все сплиты будут ему всегда отходить Защита от борьбы, ну, она есть Но она все-таки крайне посредственная на самом деле И бороли его И продолжают бороть, да Вот, что касается Мелсика Багдасаряна Это тоже ударник Но база у него не карате У него база кикбоксинг И он очень опасен Я хочу сказать, да, что он Пока мы его наблюдали в двух боях Он выиграл Денниса Бузукия Если я правильно это все дело читаю Да, выиграл его решением Да, там были у него проблемки Он там пропустил перевод, да По-моему, пара даже переводов Но, тем не менее, он все равно сумел Выиграть этот бой Он очень хорошо попадал в стойки Просто у него, надо сказать Тяжелейшие удары Особенно удары ногами Он просто, конечно, лупит эти хайкики Особенно левые Это невероятно тяжелые панчи И в крайнем бою он дебютировал в UFC Выиграл Колина Англина Тоже отличная победа Он его уничтожил просто И как раз таки с хайкика Там уничтожение Вот это началось во втором раунде Багдасарян, конечно, прекрасный Пока выступление показывает У него отличная физическая форма Отличная подготовка, да Крайне опасный ударник Ну и, соответственно, вот такой вот бой, да И здесь у нас нужно понимать Что, по сути, два ударника Я, если честно, не ожидаю От кого-то из них здесь увидеть партера Даже я не знаю, у кого он из них, да В теории лучше Наверное, все-таки у Бруно Соуза Потому что он с этим постоянно сталкивается У Багдасаряна все бои до контендер серии Сбыли там, ну, условно, там В первую минуту финиши И, соответственно, мы там не могли Особо посмотреть, как он себя в партере чувствует Да, его переводили в контендер серии Но это все было мало Бруно Соуза сталкивается с партером, да С проблемами с партером на протяжении всей карьеры Его пытаются переводить, бороть И он все-таки, наверное, в этом чуть больше подкован Но в целом здесь стойка Опять же, кто лучше в стойке, да У нас тут будет кикбоксинг против карате Если честно, друзья, я отдаю предпочтение В данном противостоянии кикбоксингу Я считаю, что Багдасарян просто перебьет Перерубит Бруно Соуза Ему именно нужен такой Более спокойный, более осторожный бой Тогда у него все будет получаться Но если на него жестко давить И идти с тяжелыми ударами То далеко не факт, что он будет успевать Все это контрить, успевать уходить Я думаю, что Багдасарян, если честно Здесь будет попредпочтительнее смотреться в стойке Будет попадать И я уже видел Бруно Соуза в нокдауне Причем, что интересно Его отправлял в нокдаун соперник Который просто на него давил Ничего интересного такого не показывал Ни каких-то финтов, обманочек Он просто шел, наносил тяжелые панчи И они доходили до цели Я думаю, Мелсик примерно то же самое будет делать И мне кажется, друзья, что все-таки Здесь Мелсик Багдасарян Выглядит поинтересней Собственно, коэффициенты Сейчас посмотрим По-моему, где-то я их уже видел Да, коэффициенты уже есть И мы видим, что Мелсик Багдасарян идет в среднем За 1.36, 1.37 И Бруно Соуза за 3.25, 3.2 Я думаю, если честно, что это совершенно оправдано Безусловно Они оба, ну, в UFC-то определенно не обстреляны У них не так много боев за плечами Они оба односторонние бойцы по большому счету И да, Бруно Соуза, он, конечно, поопытнее У него больше боев Он прошел 5-раундовую дистанцию Да, какой-никакой чемпион там Второсортной фармлиги Но, тем не менее, Мелсик по своим боям По своим поединкам Выглядит здесь попредпочтительнее Я полагаю, что он все-таки перерубит Бруно Соузу Не знаю, досрочно или нет Очень вероятно, что досрочно Я отдаю здесь предпочтение Мелсику Багдасаряну Ну, а далее у нас здесь и интересное, интригующее противостояние С разными мнениями, да Это у нас Эдменшик Базян против Насурдина Ямава Это средний вес 84 килограмма Соответственно, давайте разбираться, да Давайте смотреть Так, сайт UFC я здесь немножко потерял В общем Вот у нас UFC 268 В общем, друзья Что касается вообще этих ребят Да, Шех Базян Ну, он очень хорошо начал Он прям очень и очень хорошо начал Он очень перспективно выглядел Согласитесь, особенно вот вишенка на торте Вот эта победа Хайкиком над Брэдом Таварисом в первом раунде Просто красота Но потом все-таки вскрылись вот эти все его проблемы И в первую очередь это проблема с кардио Потому что до того момента, когда он устает Он очень хороший боец Он очень хороший высококлассный ударнику И очень может хорошо побороться Но когда он устает Там, конечно, заканчивается просто все Все скиллы, все навыки, да Дерек Брансон это показал Потому что в первом раунде Шех Базян выглядел получше И началось потом такое уставание жесткое Да, уже во втором раунде С Джеком Хермансон то же самое В первом раунде Шех Базян выглядел намного лучше Он перестрелял А Хермансон перебил его Но потом началось уставание Началась у Хермансон борьба получаться И третий раунд уже был просто уничтожение в одну калитку Вот такой вот боец Но, тем не менее Не сказать, что прям вот вообще простой Любой человек с хорошим кардио его победит Все-таки, наверное, не любой, да Потому что нужно еще пережить с ним начало И в целом, да, нужно все-таки какими-то скиллами обладать Чтобы на него надавить Чтобы он свое кардио использовал Потому что у него был и полный бой Как вы можете помнить С тем же Дарреном Стюардом Который не сумел его выиграть Который не сумел его там не удосрочить И в принципе бой проиграл сплитом Поэтому все равно здесь нужны серьезные навыки Чтобы вынудить и Шех Базяна свое кардио все израсходовать Но Стюардин Имауф пока себя очень хорошо проявляет В UFC выиграл Джордана Вильямса К сожалению Спорного бойца Потому что затем он умудрился улететь в нокдаун И проиграть Микки Галлу Я не знаю, как вообще после этого можно выступать Ну, это, конечно, шутки И, соответственно, близкий бой с Филом Хоусом Которым, ну, кто-то посчитал, что Имауф выиграл Судьи посчитали, что Хоус выиграл, да И в крайнем бою он уничтожил Яна Хенича Вот это уже неплохо Вот это уже заявочка, да Но, тем не менее Есть объективные моменты у Имауфа Которые мне, ну, мягко говоря, не очень нравятся И с Яном Хеничем скрылись Вот эти прям две огромные дыры в обороне На Сурдина Имауфа Это дыра под удар справа Он просто не контрит это Не фиксит, да И прикол в том, что дело даже не в том Что его пробивают какие-то высококлассные ударники Хотя Хенич и Хоус, ну, неплохие бойцы, условно Дело в том, что у него просто все время опущена левая рука Такая, не знаю, издержка стиля Или как хотите это называть Но от Хенича буквально каждый панч справа туда залетал Пересмотрите, если вам интересно бой И на фоне этого боя я уже включил бой с Филом Хоусом Тоже пересмотреть Та же самая, просто Та же самая ситуация Справа залетает все, что можно Более того, Хенич просто отбивал ногу Имауфу Он ее, Имауфу, да Но Сурдин ее просто не убирал Ему ногу можно просто уничтожить Если сделать на это акцент Он никак, опять же, не защищает, да Не делает никаких подставок, не убирает ногу И Фил Хоус тоже этим пользовался Он тоже хорошо попадал В общем, здесь, конечно, есть такие серьезные моменты в его игре Потому что Имауф все-таки в основном в стойке предпочитает стоять И в стойке, конечно, можно с ним поработать на самом деле Что касается Партера Ну, защита у него неплохая Плюс побороться он может сам Но, опять же, не сказать, что прям вот супер у него хорошая борьба Посмотрим Может быть, он ее будет в дальнейшем показывать Но, тем не менее И, кстати, Кардио тоже Ну, средненькое Наверное, лучше, чем у Шикбазяна Но я бы не сказал, что прям супер сильно лучше С тем же Джорданом Вильямсом Он его передышал, но он дико, дико устал Фила Хоуса передышал Тоже в третьем раунде хорошо смотрелся Но он сильно устал И, соответственно, с Хеничем он тоже подустал Это было заметно уже во втором Но, благо, он сумел Хенича уничтожить Собственно, вот такие вот здесь сталкиваются два бойца Если мы посмотрим на коэффициенты То мы увидим, что фаворитом небольшим идет Насурдин и Мауф за 1,83 Эдмен Шикбазяна идет за 2,05 Причем изначальный кэф на него был 2,32 По линии бока Пинакл, как вы можете заметить И, соответственно, именно вот постепенно Да, это, скорее всего, результат прогруза Но постепенно этот кэф поменялся И сейчас уже почти по равным идут Но все-таки еще андредогом идет Шикбазян Я не совсем понимаю, почему они оба еще молодые бойцы Да, ну, оба, скажем так С дырами в своей игре, с пробелами Но я считаю, что если брать аспекты стойки Шикбазян значительно лучше Пока он свежий, он просто на голову, я считаю, техничнее Чем Насурдин и Мауф в стойке Аспект борьбы, да Я считаю, опять же, что Если не сильно Шикбазян устанет То он не даст себя бороть И, скорее всего, даже сам, если захочет, поборет и Мауфа А вот вопрос к кардио Вот в чем здесь основной вопрос Сможет ли Насурдин нагрузить Эдмена Шикбазяна настолько Что его кардио закончится, да Ну, во втором раунде, там, в середине или в третьем Если честно, мне кажется, что нет Потому что Эдмен Шикбазян, скорее всего, бой этот будет уверенно вначале выигрывать И вряд ли Мауф прям такое, такое прям сильное давление окажет на Эдмена Но, опять же, это лишь то, как я вижу этот бой А если Мауф не сумеет вытянуть функционал Куда вытянуть кардио из Эдмена, то вряд ли он этот бой выиграет Потому что, повторюсь, при более-менее равном кардио Да, именно в этом аспекте при равной функционалке Шикбазян все-таки во всех остальных аспектах Я считаю, что превосходит Насурдина и Мауфа Соответственно, примерно вот так я вижу этот бой Но, опять же, я думаю, вы сами понимаете Что никакого тут ЖБ, там, какого-то уверенного варианта Быть в принципе не может Когда мы говорим об этих бойцах У одного серьезные пробелы в стойке У другого серьезнейший пробел в кардио Да, нужно как-то свою кардио учиться распределять Соответственно, конечно, здесь все не точно Но, опять же, по таким кэфам И, в целом, по вот такому бою Я здесь отдаю предпочтение Эдмена Шикбазяну Ну, а на сегодня у меня все, друзья Как всегда, пишите ваше мнение в комментариях Я, как бы на истину не претендую Высказал свое субъективное мнение А вы напишите, кто выиграет тот или иной бой Почему, да, как именно в вашем видении это случится В общем, все, что вы думаете Давайте просто го, вываливайте Все вываливайте под этим видео В общем, ставьте лайк, если вам это нравится Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик Дабы не пропустить другие видосы И, конечно же, подписывайтесь на все наши ресурсы Это ВК, это Телеграм Там есть у нас и основной канал Есть чатик, где и с нами можно пообщаться В том числе В общем, ребятки, будьте активны И надолго не прощаемся Всем пока